Всем привет! Сегодня мой новый влог. Мы находимся в потрясающем месте. Это ресторан Бернардацци в формате Орешки.фм. Интервью у шеф-повара-создателя вкуснейшей еды Александра и у лучшего сомелья этого города Алексея. Ну что, поехали! Точнее, идем, мы пообщаемся, да. Эй, на кухне Бернардацци играет Орешки.фм. Вы добрызвали! У нас рядышком находится шеф ресторан Бернардацци и находится рядом Константин Сушер. Как работать с этим человеком на этой кухне? Знаете, работать... Спасибо! Вы уже все сказали! Крошка фандан с мороженым из соленой карамель. Смут из вареной изгущенки и арахисовой пасты. И попкорном из гречки. Шеф, а это правда, что нужно готовиться к хорошему настроению? Конечно! Без этого еда будет невкусная. Вот честно вам скажу. У меня сейчас прекрасное настроение. Вы, парни, пришли, его подняли еще выше на пламя. Шеф, а твои топ-3 сладостей, которые тебе нравятся? Знаешь, это Наполеон. Это торт с вареной сгущенкой и с этими самыми вафлями. И, наверное, еще... Селедка в шоколаде. Да, селедка в шоколаде. Это была закулисья ресторана Бернарда Цзин. Ну, а сейчас мы будем брать интервью у этого мужчинки. Шеф-повар. Прошу любить и ш... Вот так вот шутят они, шутнички такие. Думаю, что это смешно. Сегодня мы будем брать интервью у самого известного человека этого города. Это шеф-повар ресторана Бернарда Цзин. Ты же видишь, голову твою невиную. Обладатель самой стильной прически по версии журнала Ноги. Вот он красавчик. Ну, все, готовься. Я готов. Пару слов. И пускай он даже выключен. Но все равно дай пару слов. Сейчас, подожди. Вы не подскажете, что это за таблички? Удивительное совпадение. Я знаю, что это за таблички. Это награды Вайн Спектейтер, которые мы получаем уже 6 лет подряд. Представляете? За что? С 12 по 17 год за одну из самых выдающихся винных карт в Украине. И за их прекрасное сочетание с едой. Коллекция вина около 1200 позиций разных. Разных позиций, ребят. В Нью-Йорк каждый год отсылаем наши винные карты, меню, нашу винную программу. И они оценивают винную карту. И через 9 месяцев присылают или не присылают соответствующую награду. Это 2 бокала из 3 возможных. Ресторанов по миру не больше 1000. Получается, что в Нью-Йорке никто не едет. Вы все через Укрпочту, правильно? Через DHL мы немножечко больше доверяем этой компании. Самое дорогое вино, которое я употреблял, бордовское вино. Петрюс, как ни странно. Дороже Петрюса. Это была и штука, которая у меня есть пустые бутылки там. И он производит на юге бордо. Я могу показать от очень удивительного маленького производства, которое почти никто не знает. А цена такой бутылки? Она была от 3,5 до 5 тысяч евро за бутылку, это может быть. Либер Патер называется. Вот Либер Патер. Бордо. Известный художник. Расписывает ее винными гильзами. Это называется картина свадьба. Очень лимитированное производство, около 2-3 тысяч бутылок в год всего лишь производит. Вот это крутящая вещь. К сожалению, в карте у нас ее нету. Это стать практически нереально. Я пробовал ее во Франции. Но подойти и сфотографироваться можно. Подтискать ее можно, да. Недавно в инстасторисе я спрашивал, как вы думаете, сколько вина можно выпивать в день, чтобы вас не обзывали алкоголиком? И практически все дали правильный ответ. Бокал вина за обедом, бокал вина за ужином или вместо этого всего всего лишь 50 миллилитров водокрепкого алкоголя. Ведь вино это как секс, да? А я веду к тому, что вино вроде бы в одиночку никто не пьет, правильно? Я на самом деле соглашусь, что тут пахнет групповухой, да. Что как бы вино это для компании, для общения, оно располагает, а крепкий алкоголь это для одиночества, для беседы с самим собой, перед камином, с пледиком и с любимой кошечкой. Самое важное знать меру, друзья. Все зависит от вашего веса, я не знаю, настроения в этот день. И... 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 Все! Да, все! У нас в гостях сегодня был Александр, Алексей, дуэт Орешки, и мы находимся в потрясающем месте Бернададце. Спасибо, Катя Рабинович, за то, что нас пригласила в это место. Браво, друзья! Катюша! Было потрясающе! Браво, браво! Вот так, ребята! Все, отлично! Давай еще разом. Хорошо? Было хорошо? Причем, мне кажется, можно все три дубля вставить.